Литературно-музыкальный концерт, проводимый ежегодно в конце года мастерской слова, своеобразное подведение итогов работы юных поэтов и прозаиков, а также возможность показать свое творчество ведновчанам. Многие имена уже на слуху. Так Светлана Гринь, победительница российских и международных конкурсов, обладатель звезды имени Лихачева. Или Елизавета Горбунова, чьи стихи понятны, но в то же время наполнены выразительностью и индивидуальностью. В продолжении стихотворных фраз о прошедшем лете Лиза подарила в знак благодарности своим наставникам по баночке душистого варенья, сделанного своими руками. И это был не единственный сюрприз вечера. Удивляли многие выступающие. Аня Косинкова, одна из самых младших учениц литературной студии, читала свои стихи в жанре хоку. Писать в японской манере, рассказывает Анюта, начала случайно и понравилось. Мотыльки грушат светилампы. Ах, как хорошо мне, когда музыка играет. Первая хоку, чисто случайно написанная, по-моему, в шесть лет. Я даже не думала, что это хоку. Мама как-то нашла в интернете или где-то знала, я сказала, что это произведение, как бы у меня очень на него похоже. Потом мне просто именно понравилось, как они пишутся, и я стала дальше продолжать. Арфа – необычный в наше время инструмент. Юлию Светикову, сыгравшую три композиции в ирландском стиле, слушали с интересом. Продолжился вечер под введением итогов конкурса «Литературный дебют», который некогда организовывался в рамках Видновской гимназии, но ныне перешел границы города. Среди нас ходят, живут, работают, учатся. Очень много творческих, талантливых детей. Среди нас много людей, неравнодушных к художественному слову, к музыке. Названным в номинациях «Коллективное творчество», «Поэзия», «Проза» победителям вручили грамоты и призы. Каждый желающий мог прочитать свое произведение. Первый снежок, как белый пушок, летит и падает на лужок. Было учреждено и несколько специальных призов. Так Ирина Цымбалова стала обладательницей спецприза за звонкость поэтического голоса. Я считаю, что стихи должны радовать сердце, и сердце должно немножко грустить. Организаторы конкурса «Литературный дебют» надеются, что в следующем году участников станет еще больше. И для кого-то он станет началом большого творческого пути. Татьяна Бролова, Константин Бролов, Елена Кошелева, Видное ТВ.